в городе. И второй, ну, задам сразу тоже вопрос. Были какие-то специальные установки тем, кто будет так же, как Вы, в эти дни работать? Да, ну, сотрудникам там, я не знаю, может быть, раздавали какой-то специальный разговорник с иностранными фразами, или что-то ещё. Были ли привлечены волонтёры? Это тоже вот вопрос от телезрителей. Я думаю, что здесь, наверное, телезрителей больше интересует не 2014 год, а 2018, поскольку всё-таки... В ближайшие дни интересуют наших телезрителей. Вам показать мой монитор? Фанфест 2014 года, он не предполагает большое количество иностранных зрителей в Екатеринбурге. Поэтому, что размещают только хотят. Поэтому, да, такие задачи не были. Так, с этим разобрались. Я поставлю, и думаю, что все найдут место для себя. Другой вопрос. 2018 год – это отдельная песня. Там раздадим разговорники и научим даже врачей скорой помощи разговаривать по-английски. На самом деле, что касается волонтёров, то волонтёрское сообщество большая часть этих людей работали на Олимпиаде в Сочи, и поэтому они прекрасно знают... А то есть уже опытные? Да, и на универсиаде, и на Олимпиаде в Сочи. Они прекрасно знают, как, в общем, speak English, и how I do, I do, и прочие необходимые фразы. Поэтому с этим проблем, я думаю, не будет. И проведено несколько рабочих встреч, и несколько обучающих семинаров, в том числе и с волонтёрским движением. Ну, посмотрим, вот начнётся с завтрашнего дня работа, и будем ориентироваться на местности в том числе, какие позиции усилить, какие, может быть, не в таком количестве необходимые. Евгений Николаевич, а можно сказать, что, например, вот этот фестиваль, это такая своеобразная маленькая репетиция Мундиали чемпионата мира 2016 года? Безусловно, мы именно так и рассматривали с самого начала. А тогда опять меркантильный вопрос. Смотрите, ну вот, понятно, что всё равно есть энная часть екатеринбуржцев, которые говорят, зачем нам этот чемпионат нужен, понаедут, понамусорят, а вот как ради чемпионата так и приберутся, там и отремонтируют, а как просто так-то. Ну, все знают эти досужие разговоры, да, и возмущения. Но, тем не менее, есть те, кто говорит, да пускай, это же клёво, это же такое знаковое, это международное всемирное мероприятие, это же федеральные там вливания денег, это же хорошо, это же нам что-то останется. Ну, про то, что останется нам тут в Екатеринбурге после Мундиали в 2018 году, об этом мы ещё, я думаю, поговорим потом. А вот после фестиваля, который ждём уже, вот буквально не просто на носу, а уже на переносице, да, как изменит фестиваль «Жизнь города» и изменит ли? И что останется нам хорошего после всего этого? Ну, самое главное останется эта территория. То есть изначально перед проектным бюро стояла задача таким образом формировать вот эту территорию, чтобы она могла быть пригодна для проведения всевозможного формата мероприятий. И сегодня, как мы видим, она уже готова, и эта территория, которая вмещает 5000 мест, и уже получаем мы заявки на проведение разноформатных мероприятий на этой территории, или фестиваль электронной музыки, и опен-эйры, и джазовые фестивали, и сабантуи, и много-много другое, потому что в городе не хватает пространств, в которых можно было бы всё это разместить. Это, наверное, самое главное наследие, которое останется после 2014 года. Ну, а кроме того, опыт. Но самое главное, это всё-таки репетиция, это опыт, и на который мы будем опираться при подготовке уже к 2018 году. Слушайте, ну, спасибо вам большое за то, что пришли. Напомню нашим телезрителям, да, что буквально с завтрашнего дня, с 12 июня, мы все, екатеринбуржцы, имею в виду, будем жить в таком празднично-фестивально-футбольном режиме, потому что в Екатеринбурге будет проводиться фестиваль болельщиков FIFA. Так что и футбольные матчи, и праздник, и карнавал. Если вы думаете, что я не заметила, когда я спросила про гей-парад, что вы не знаете, что это такое, я пойду сейчас в Фейсбуке, об этом напишу. Ну и, собственно говоря, у нас в студии был человек, который отвечает за всё происходящее, за всё, что будет происходить в ближайшие дни в городе. Илья Николаевич Марков, исполнительный директор городских праздничных мероприятий. Увидимся, я думаю, тем более, что лето наполнено самыми разными праздничными мероприятиями. Инна Боева была с вами, это ЕТВ, программа «Сумма мнений». Оставайтесь с нами.